Окончательно ликвидировать горностаевую моль в Иркутске пока не удается. При том, что обработка зеленых насаждений, поврежденных вредителем, в самом разгаре. И такая проблема есть не только в областном центре. Павел Желудев продолжит. Иркутск в объятиях паутины. Жители областного центра преследуют флешбеки из прошлого. А там и тут все больше деревьев, опутанных с сетями горностаевой моли. До жутких картин восьмилетней давности еще далеко. Но повод для волнения все же есть. Под назиском вредителей уже пострадали целые аллеи. Например, вот это на Красного Восстания. Если идти по Иркутску и смотреть исключительно вперед, то проблемы можно не заметить. Хотя нет, уже не заметить ее не получится. Вот камера этого, конечно, не покажет, но раз гусеница, два, три гусеница, четыре гусеница. Тут десятки зависших в воздухе гусениц. Ну а наверху, на деревьях и в листве многочисленные коконы. И это при том, что обрабатывать деревья от горностаевой моли в Иркутске начали еще месяц назад. Так каждый житель областного центра даже может помочь вызвать специалисты туда, где есть зараженные насаждения. По аналогичной схеме работают почти во всех городах и районах региона. Тем не менее, локальные вспышки заражения происходят регулярно. Однако с каждым годом их все меньше. И дело не в мерах профилактики. Вообще численность ее сокращается. Но, к сожалению, это не из-за того, что эффективную борьбу ведут. А просто вот такие вспышки, они так и проходят. То есть, вначале идет массовое распространение, а затем у этого вредителя есть целый комплекс своих вредителей. И поэтому постепенно вспышка, конечно, сокращается. Поэтому, если выводы специалистов верны, то возвращение людей, в том числе в Иркутск, затянутой паутиной, не произойдет. Тем не менее, терять бдительность не стоит. И при виде дерева погибающего от вредителей стоит обратиться к специалистам. Павел Жолодев, Владимир Пинаев. Новости по будням.